На видеосвязь с полномочным представителем президента в ЮФО вышел у губернатора Кубани Александр Ткачёв. Сегодня в новые квартиры переезжают те, чьи дома были признаны аварийными до января 2012 года. Всего на юге страны это почти полмиллиона квадратных метров. Сегодня в регионах решаются задачи, связанные с ликвидацией аварийного жилого фонда. У нас в субъектах округа принята необходимая нормативная база, реализуется соответствующая программа. По инициативе фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году в ЮФО необходимо переселить 8700 человек. По состоянию на 1 декабря текущего года переселено 5300 человек. Как отметили на совещании, в этой работе Кубань сегодня один из лидирующих регионов. По словам Александра Ткачёва, помимо федеральной программы, из аварийного жилья людей переселят и по двум краевым. Рассчитаны они также до 2017 года. При этом все дома, в которых закупаются квартиры, уже сданы в эксплуатацию. С 2009 года приобретено 3500 квартир в домах-новостройках, благодаря чему из 427 аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов удалось переселить более 9500 человек. Это достаточно большое количество. В Южном федеральном округе это самый большой объем. Таким образом, нам удалось полностью ликвидировать многоквартирные дома, признанные аварийными до 2019 года в 11 муниципалитетах края. На этом мы не собираемся останавливаться. Принята программа. Вплоть до 2017 года мы изискиваем не только федеральные средства по фонду реформирования коммунального хозяйства, но и, конечно, из краевого бюджета. И задача стоит, чтобы на 100% переселить жителей нашего края из ветхого жилья. Это политическая задача, на которой мы не будем жалеть ни средств, ни сил. Уже в ближайшее время в крае приступят к следующему этапу программы. Кубанцев будут переселять из домов, признанных аварийными, уже после 2012 года. Всего это порядка 166 многоквартирников. Для этого в следующем году в краевом фонде содействия реформирования ЖКХ выделят 1 миллиард рублей.